Что такое НКО? Некоммерческие организации, следуя из названия, являются организациями, цель которых – общественно полезная деятельность в определенных направлениях. У НКО нет собственников, которые распределяют прибыль. НКО не может вести предпринимательскую деятельность. Более того, НКО действует в социальном поле по направлениям, которые закон четко описывает. Если проще, НКО действует в области образования, науки, культуры, спорта, здравоохранения, экологии, благотворительности. В рамках социальной среды НКО реализует такие важные для нашего государства программы, как помощь нуждающимся гражданам, в том числе детям и пенсионерам, защита животных, возрождение и сохранение культурного и исторического наследия, пропаганда воинской славы, патриотическое воспитание граждан, защита законных прав и свобод граждан, развитие толерантности общества, нетерпимость коррупции, развитие трудовых ресурсов и т.д. Все эти виды деятельности являются социально ориентированными и прописаны в федеральном законе о некоммерческих организациях. В Новошахтинске существует более 30 некоммерческих организаций. Сегодня речь пойдет еще об одной. В городе создается ресурсный центр «Вектор развития». Создание новой некоммерческой организации – это еще один шаг в развитии некоммерческого сектора в нашем городе. К сожалению, сейчас люди не знают специфики работы НКО, чем они занимаются и чем могут быть полезны. Мы хотим создать площадку, которая поможет объединить некоммерческие организации жителей города для реализации интересных инициатив. У нашей команды есть опыт работы в некоммерческом секторе и успешный опыт в реализации проектов социальной направленности. Также мы можем поделиться своим опытом в работе с фондом президентских грантов и получением финансовой поддержки в виде субсидий для некоммерческих организаций. Сотрудники и волонтеры нашей организации наработали опыт и компетенции в своих направлениях. И мы можем передавать этот опыт тем, кто делает первые шаги в некоммерческом секторе. Да и с опытными коллегами есть чем поделиться. Опять же, мы не одни, и у нас есть старшие наставники из других регионов, городов, которые всегда готовы прийти на помощь, поддержать, подсказать. Отчасти взаимодействие с ними и мотивировало нас на создание новой организации и развитие в новом направлении деятельности. Какие задачи ставит перед собой вектор развития? Мы знаем, что в нашем городе более 30 некоммерческих организаций, и только несколько из них активно работают. Остальные либо не работают совсем, либо об их деятельности ничего не известно. Я предполагаю, что многие из них и хотели бы развиваться, но не обладают нужной информацией о существующих мерах поддержки и возможностях реализации своих идей. Возможно, им нужен некий толчок, который покажет им новый вектор развития. Поэтому одна из наших задач, одна из задач нашей организации – показать возможности помочь наладить работу, поддержать и помочь осуществлять свою работу компетентно, с хорошим откликом, ну и естественно в рамках закона. Еще одна из задач, которую мы ставим перед собой – создать молодежную площадку для реализации своих идей, чтобы молодежь почувствовала, что они нужны здесь, в нашем городе, и что не обязательно уезжать, чтобы реализовать свои идеи, проекты, что все возможно здесь, в родном городе. Главное – захотеть, рискнуть и сделать. У нас много талантливых ребят уезжают из города в другие регионы, надеясь найти там поддержку. К сожалению, получается далеко не у всех. Остальные просто остаются в этих регионах, не получив того, что искали, и идут работать туда, где есть возможность зарабатывать, при этом закапывая свои идеи, свои планы внутри себя. Поэтому у нас и появилась идея развивать это направление, площадку по работе с молодежью, чтобы постараться им помочь реализоваться на том месте, на той земле, где они родились, живут. Да, работа органами местного самоуправления ведется в этих направлениях, но я хочу ее усилить, тоже включиться в это направление. За счет чего могут существовать НКО? Органы местного самоуправления много делают для того, чтобы наш город и жизнь в нем становились лучше. Но они не всесильны, да и бюджет не резиновый. А некоммерческие организации и инициативные жители могут привлечь финансирование на решение важных социальных вопросов, в том числе участвуя в конкурсах на получение целевого финансирования, заинтересовывая в партнерстве представителей бизнес-сообщества. Вы знаете, общими усилиями неравнодушные люди могут добиться многого. Есть и у нас несколько идей в разных направлениях для повышения качества жизни жителей нашего города. Но об этом немного позже, я думаю, мы тоже расскажем. В завершении, наверное, хотелось бы обратиться к некоммерческим организациям нашего города, инициативным группам, да и, наверное, каждому жителю. Если вы давно мечтали сделать наш город лучше, повысить уровень и качество жизни в нем, обращайтесь, мы будем делать это вместе, приложим максимум усилий, чтобы реализовать ваши идеи.